Компании Vinci Construction Grand Projet и Bouygues Travaux Public, входящие в состав консорциума Navarca, в сентябре 2007 года подписали с Чернобыльской АЭС контракт на реализацию проекта «Новый безопасный конфайнент», который предусматривает проектирование и строительство защитной оболочки в форме арки. Эта колоссальная конструкция необходима для безопасного демонтажа существующего объекта укрытия в будущем. Главной задачей проекта является защита окружающей среды, населения и обеспечение безопасности персонала. В этой связи в ходе всех работ, выполняющихся на строительной площадке, будет вестись постоянный радиационный контроль, уровень радиоактивности и атмосферного загрязнения. Территория строительства разбита на три зоны. Собственно, объект укрытия, монтажная зона и промежуточная зона. Работы начинаются с расчистки и подготовки монтажной зоны, а также демонтажа существующих неэксплуатируемых сооружений. Для максимально возможного предотвращения образования радиоактивных отходов, земляные работы, выполняемые в монтажной зоне, должны быть сведены к минимуму. С целью создания направляющих фундаментов арки будут подготовлены две широкие траншеи. Площадка между траншеями будет выложена бетонными плитами, служащими опорой для подъемных башен, с помощью которых осуществляется монтаж конструкции. Для обслуживания монтажной зоны будут созданы специальные подъездные пути. Затем с заливки бетонной подушки начинаются строительно-монтажные работы. Параллельно в траншеях ведутся работы по устройству фундаментов глубокого заложения. Для этого применяются бурнобивные сваи, которые создаются путем закачки бетона в скважину в процессе бурения. Сваи достигают 1 метра в диаметре и в среднем погружаются на глубину 18 метров. Арматурный каркас будущей сваи погружается в свежий, еще не отвердевший бетон. Грунт, извлеченный в результате бурения, доставляется конвейером к установке, которая сортирует его по степени радиоактивности. В монтажной зоне выполняются арматурные работы и бетонирование фундаментных блоков подъемных вышек. В целях радиационной защиты персонала, задействованного на проекте, монтажная зона площадью около 90 тысяч квадратных метров подсыпается чистым материалом, толщина которого составляет в среднем 1 метр, и частично закрывается бетонными плитами. Они будут служить рабочей площадкой и защищать от возможного радиационного излучения, исходящего от земли. После завершения подготовительных работ начинается строительство первых основных сооружений, в том числе технологического корпуса, будущего центра управления системами демонтажа и конфайнмента, которые установлены под аркой. Затем начинается монтаж самой арки. Первые сегменты конструкции арки, предварительно собранные за пределами зоны монтажа, доставляются на площадку на многоколесных платформах. Каждый сегмент весит в среднем 300 тонн и достигает около 25 метров в высоту. Возведение арки начинается с верхней части. Сегменты соединяются между собой промежуточными связями и образуют центральную часть, на которую затем монтируется наружная обшивка. После этого доставляются следующие элементы арки, которые соединяются с центральной частью системой шарниров. Первый подъем осуществляется с помощью монтажных башен, которые позволяют поднимать грузы весом более 1 тысячи тонн. Постепенно конструкция дополняется остальными элементами. Затем начинается демонтаж вентиляционной трубы. Для этого к северу от объекта укрытия устанавливается один из самых мощных в мире подъемных кранов. Вдоль трубы устанавливаются леса, которые фиксируют трубу и ее опорную конструкцию. Демонтаж выполняется по частям. Они опускаются на землю, режутся на части, сортируются по уровню радиоактивности и вывозятся с объекта. Подъемные башни передвигаются для монтажа последних элементов, которые будут служить основанием арки. Монтируется восточная боковая стена. После этого устанавливаются специальные гидравлические домкраты, обеспечивающие перемещение завершенной первой половины арки в промежуточную зону, что позволяет освободить монтажную зону. Вторая половина арки собирается точно так же. Перед доставкой в монтажную зону на специально оборудованной площадке за пределами объекта выполняется укрупнительная сборка конструкций. Здесь в максимально возможной степени устанавливается электромеханическое оборудование, кабеля, покрытие, трубопроводы, переходные мостики. Это позволяет свести к минимуму выполнение работы непосредственной близости от объекта укрытия. Обшивка арки обеспечивает защиту объекта укрытия от внешних воздействий, а также защиту окружающей среды и населения от возможных радиоактивных выбросов из него. Для поддержания необходимой температуры и уровня влажности внутри арки применяется сложная вентиляционная система. После завершения монтажа второй половины арки первая половина перемещается в обратном направлении и стыкуется со второй половиной, завершая конструкцию. В последнюю очередь монтируются пространственные связи и укладывается металлическая обшивка. Смонтированная арка оснащена мостовыми кранами, предназначенными для демонтажа сооружения объекта укрытия и разрушенного реакторного блока. Они собираются на земле и затем поднимаются с помощью лебедок, закрепленных на конструкциях арки на высоте 85 метров. После выполнения отделочных работ и проведения предварительных испытаний арка перемещается на 300 метров с помощью домкратов в проектное положение. Завершенная арка – это уникальное сооружение. Ее размеры составляют 105 метров в высоту, 150 метров в длину и 257 метров в ширину. После установки в расчетное положение над объектом укрытия арка и торцевые стены соединяются с существующими сооружениями. Таким образом, разрушенный реактор полностью изолируется от внешнего мира. Разработанная и сооруженная консорциумом «Наварка», арка позволит обеспечить дальнейший демонтаж объекта укрытия в условиях максимальной гибкости и безопасности, позволяющих ограничить использование человеческих ресурсов. Субтитры создавал DimaTorzok